Важный момент, но, к сожалению, в наше время трудноосуществимый, потому что астролог, согласно ведическому знанию, должен прежде всего быть священником. Сейчас многие люди становятся астрологами, и они просто смотрят две карты и говорят, у вас такая-то совместимость, у вас такая-то совместимость, сердца они людей не видят и не чувствуют. Понимаете, вот этот критерий, что мы можем общаться на глубокие темы друг с другом, и у нас сначала возникает глубокая дружба, а потом постепенно привязанность и ощущение, что мы можем быть вместе, вот это и есть совместимость, понимаете, вот это главный критерий, который всегда работает, никогда не ошибается. Допустим, взять гороскоп. Ну вот рассчитали нам этот гороскоп, и что дальше? У нас полная совместимость. И что дальше? Ничего. Нет гарантии. Нет гарантии. Вам астролог не даст гарантии, что вы будете вместе жить. А если и даст, значит, он ошибается. Понимаете, не астролог создает семью, а Бог. Это Бог держит людей вместе. Астролог не может вместе людей держать. Но есть еще одна проблема, я вам сейчас ее расскажу. Такая интересная история. Один человек, высоконравственный человек, он всегда в ведической культуре рассчитывает гороскоп перед тем, как знакомиться. Не после того, как познакомились. Мы приходим к астрологу, говорим, нам можно вместе создавать семью. Уже полгода мы общаемся, уже вместе живем, и мы решили к астрологу сходить. Классно. Астролог говорит, у вас слабая совместимость. Ну, астролог такой же, очень возвышенный. Говорит, у вас слабая совместимость. И они плачут потом горючими слезами. А почему плачут? А потому что пришли не к тому человеку, к которому надо было прийти. Пришли бы к наставнику, он бы сказал, живите вместе, вы и так уже живете. Все нормально. Ну, вот такой человек, он как бы тоже сходил к астрологу. И астролог ему сказал, у вас плохая совместимость по поводу этой девушки, с которой он чувствовал сердцем, что все в его жизни будет хорошо. Не половыми центрами, понимаете, чувствовал. Не тем, что классно, меня тянет. Разницу почувствовать. Он чувствовал сердцем вот здесь вот, что это хороший человек. Знаете, какое ощущение? Спокойное. Когда у человека спокойное чувство есть, другому человеку он чувствует. Хороший человек, спокойное ощущение. Значит, будет семья хорошая. Не вот это ощущение, аааа, страстное, понимаете, а спокойное. Спокойствие из сердца. И ощущение, что мы как будто бы уже и так давно знакомы. Вот такое, знаете, спокойное чувство означает удача. Хороший знак. Вот у этого человека, дайте мне досказать. Вот у этого человека появилось вот это спокойное чувство. А астролог сказал, несовместимый. Знаете, что он сделал? Поменял дату рождения себе. Вот я серьезно говорю, это такой факт. Он поменял дату рождения, поменял паспорт, все поменял. И дал свои данные девушке после этого. Она проверила классную совместимость. И они, когда прожили уже много лет, у них возник спор об этой совместимости. У них были дети уже, у них была счастливая семья. И он ей показал свою настоящую дату рождения. Еще один случай вам расскажу. Один островок, мой знакомый, он искал себе девушку с идеальной совместимостью. Нашел. Три дня побыли вместе, переругались и разошлись. Но гороскоп это хорошо. Хорошо. Только в нужных руках, понимаете? Ищите духовно чистого человека. Если он на себя право такое вот эти вот планеты смотреть берет, ищите духовно чистого человека, чтобы сердце его выше планет стояло. Тогда он вам поможет. И еще. Если вы приходите к астрологу, и он вам говорит, у вас два брака, понимаете, что это значит? Это значит, что семья точно развалится. Это не астролог. Это не астролог. Это просто туфтолог, понимаете, который это все выучил и вываливает. Никто не имеет права разрушать веру в семью. Ни один человек.